Приветствую вас. Пока, исходя из того, что вы написали, я вижу, наилучшим для вас вариантом это посмотреть на причины того, что вы, как говорите, навязчивая и у вас большой поток мыслей. Что значит навязчивая и что значит большой поток мыслей, исходя из того, что вы пишете, ясно, не совсем. Навязчивая, навязчивая, точнее, это означает мысли, от которых человек не может избавиться, которые не может контролировать. То же самое касается действий. Это те действия, которые человек не может контролировать и делать против своей воли. Если у вас так, то это одно. Если вы под навязчивость имеете ввиду другое, то нужно понять, что именно. За навязчивостью, как правило, скрывается некое подавленное желание, подавленный конфликт. Может быть основанием для навязчивости быть страх. Но тут есть разные варианты. Что касается большого потока мыслей, то как вы сами, я надеюсь, понимаете, здесь важную роль играет оценка. То есть, когда мы говорим большой, поток мыслей подразумевает, что он большой для вас. Если он большой только для вас, то очевидно, как-то вы это для себя выявляете, как вы как-то это для себя определяете. То есть, что под мыслей для вас большой. Поскольку человеческое сознание и мозг устроены так, что количество мыслей, в принципе, не может быть больше того объема, который способен обработать мозг, то я полагаю, что у вас есть либо сопротивление, либо то, что называется недодумыванием до конца, когда определенные мысли недодумываются, не завершаются в силу ряда причин. Например, в силу страха, или в силу спешки, или в силу рассеянности внимания, либо может быть в силу еще каких-то других факторов. Поэтому здесь тоже не все так, очевидно, не все так поверхностно, как может показаться на первый взгляд. Дальше. Вы говорите о том, что вы меняетесь, по факту вы хотите сказать, что вы непостоянны, что вы сегодня одно, завтра другое. Здесь нюанс специфика данного аспекта заключается в том, что перемены и изменения, в принципе, для нас естественны. И у вас, вероятно, это связано со всем, что вы меняетесь слишком быстро, может быть резко. И есть ощущение, что за этими примерами скрывается что-то, от чего вы бежите. Есть такое чувство. То есть есть чувство, что вы можете от себя убегать. И, соответственно, убегая от себя, это могут быть только определенные мысли, определенные чувства, определенные желания. Убегая от себя, вы пытаетесь заменить то, от чего вы бежите, другими. Желаниями, другими потребностями, которые, очевидно, спасают вас на время, после чего ослабевают и вам требуют, что называется, что-то новое. Если мы говорим о том, чего вы хотите, то для простоты я, ну вот для простоты в данном конкретном случае, я прощу обязательно это учитывать, я разобью желание на несколько составляющих. Как правило, желание человека, если это не простое первичное желание, если это желание все-таки связанное с высшей психической функцией, да, мозгом, то желание делится на две основных составляющих. То есть, понятно, что можно разделить на большее количество, но здесь я остановлюсь именно на двух. Первое. Это общая глобальная ценность, которую человек хочет исследовать, которую человек хочет реализовывать, которую человек хочет воплощать в жизнь. Это то, что его направляет, это то, что одновременно человек может достигать постоянно и в то же время не достигнет никогда, потому что это ценность. Ценность это то, к чему можно стремиться, но, как и любой идеал, это недостижимо. Что, собственно, и делает ценность именно с ценностью, а не чем-то другим. Не идолом, не кумиром, да, и так далее. Это первое. И второе, из чего состоит желание, это из конкретного локального эпизода, который может помочь реализовать ту самую ценность, о которой говорилось только что. Соответственно, становление вас, как ветеринара, может быть вторым элементом, а вот то, ради чего вы становитесь ветеринаром, может быть элементом первого, первой части. Соответственно, у вас есть второй элемент, локальный, но нет первого, глобального. Собственно, из-за этого, мне кажется, вы и не знаете, чего хотите. Дело в том, что первый элемент глобальный, он достаточно постоянен, он неизменчив, потому что это ценности. А второй элемент, как раз таки, постоянен, текучий, видоизменяющийся и так далее. Вероятно, у вас нет ценностной сферы, то есть не проработана ценностная сфера, не поставлена, не определенная, соответственно, вектор ваших усилий выбирается исключительно случайным образом. Я не уверен, что это так, я не говорю наверняка, что это так, но все указывает пока что именно на это. Соответственно, нужно начать с этого, там дальше уже смотреть. Мне показалось, исходя из вашего текста, хотя вы об этом не писали, что у вас несколько, несколько заниженная самооценка. Мне показалось, что вы несколько, несколько обесцениваете себя, но в этом я могу, эм, как бы быть не прав, да. Но это указывают только некоторые косвенные исключительно сведения, такие полунамеки и так далее. Потому что, ну, чувствуется, что вы относитесь к себе без уважения, да. Что такое уважение? Уважение, это в первую очередь принятие того, что я делаю. Принятие ответственности за то, что я сделал. И, эм, как бы, ну, эм, принятие ошибок. То есть, открытие, открытость для развития. Вот. Вот. Этого, как бы, мне показалось, что у вас нет. Возможно, как раз таки, именно ошибок вы совершите, боитесь. Вот. Ошибки – это очень важная тема для разговора. И отношение человека к ошибкам определяет, по сути, ну, во многом определяет деятельность. То есть, есть люди, которые к ошибкам обновятся, обновятся очень негативно. И это им помогает стать лучше. Эм, помогает им добиваться чего-то в жизни. Есть люди, которые тоже не любят ошибки, но при этом это им не помогает. Это их деморализует, это их дезориентирует. Понятно, что первый человек нацелен на успех, второй человек нацелен как раз таки на неудачу или такую музыкистическую немножко тенденцию. Есть люди, которые к ошибкам относятся спокойно и, в общем-то, не делают вообще ничего. Вот. А есть люди, которые относятся к ошибкам спокойно и продолжают делать то, что они делают. Вот, понимая ошибки, в принципе, как элемент развития. Эм, надо понимать, понимать достаточно четко, что единый, эм, универсальной позиции здесь нет и быть не может. Для каждого позиция, в принципе, своя. Это важно понимать. Важно понимать, что у каждого есть своя позиция, у каждого есть своя точка зрения, свой, эм, такой, эм, свой подход, свой, эм, такой, наиболее идеальный, я бы сказал, вариант, вариант, который подходит только ему. И вам надо бы найти для себя такой вариант, чтобы чувствовать себя максимально корректно, максимально хорошо, максимально удобно, максимально естественно. Если этого не сделать, то могут быть достаточно серьезные трудности, достаточно серьезных, эм, ну, достаточно серьезная, может быть, проблематика на вашем пути, скажем, скажем так. Вот, то есть, эм, сложность, она, ну, в этом заключается, в том числе. Вот, хотя, тут, эм, в какой-то степени, возможно, конечно, различных, различные варианты. То есть, какого-то такого, эм, единого, опять же, повторюсь, варианта нет и, в принципе, быть не может. И я бы даже сказал, что, слава богу, хорошо, что вариантов, эм, может быть, много, потому что, в противном случае, если бы вариантов был, было, эм, если бы вариант был один, то, ну, все люди были бы одинаковы. Вот, главное, например, найти себя. Вот, ну, мне кажется, что, эм, мне кажется, что, проблематика ваша, она, конечно, несколько глубже, чем то, что вы, э, описываете, э, к моему большому сожалению, да. Вот, поэтому, э, нужно пообщаться, нужно поработать, нужно поисследовать, э, вот, чтобы понять, э, что именно, э, происходит. У вас, да, что именно, э, какая именно у вас есть проблема и как эту проблему можно, а, самое главное, э, самое главное, нужно решать, да. И, вообще, хотите ли вы эту проблему решать, потому что, если не хотите, то, ну, как бы, логично, э, в таком случае, спросить, а зачем тогда, э, вы обращаетесь, ну, допустим, к нам, да. То есть, ну, чего вы, э, хотите, в таком случае, от нас. Ну, я думаю, что это, можно выяснить, выяснить, э, несколько, э, ну, несколько позднее, да, процесса, так сказать, так сказать, работы с вами. Вот. На мой взгляд. На этом всё. В принципе, я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что, э, для себя, э, какой-то вывод вы, э, сделаете, я, э, э, хочу, поселать, вам, э, вам, э, всего, самого доброго, удачи и, э, э, нахождение, себя, обретение, себя. Спасибо. Продолжение следует...